Одним из любимых развлечений советских детей были так называемые страшилки. Особенно их любили рассказывать после отбоя в пионерском лагере, интернате или детдоме. Помимо историй о черной руке и страшной машине с номерами ССД, смерть советским детям. Там часто звучал рассказ о страшном убийце, который ходит по квартирам, представляясь сотрудником Мосгаза, и убивает малышей, если они открывают ему дверь. Но в отличие от черной руки и страшной машины, убийца по прозвищу Мосгаз действительно существовал. И пионерские ужастики родились на основе подлинной истории, слухи о которой будоражили весь СССР на протяжении многих лет. Владимир Михайлович Иоаннисян Зимой 1963 года этот нелюсть наводил ужас на жителей столицы. Представляясь газовщиком или сотрудником ЖЭКа, он заходил в квартиры и нападал на хозяев с топором, который всегда носил в своей сумке. Всего за 20 дней Иоаннисян совершил пять убийств и одно покушение. Причем четырьмя его жертвами стали дети. Испуганные москвичи перестали пускать на порог сотрудников ЖЭКа, а когда убийцу удалось задержать, они потребовали четвертовать его на Красной площади. Как это было? Владимир Иоаннисян родился 27 августа 1937 года в Тбилиси, Грузинской ССР. Родители очень гордились Володей. Он с детства проявлял музыкальные способности, сулившие ему большие перспективы. Именно благодаря им Иоаннисян вначале поступил в музыкальные училища, а затем и в Государственную Тбилисскую консерваторию, причем безо всяких экзаменов. Способности студента преподаватели оценили высоко, но сам он учебу не потянул. Что случилось с подающим Надеждой Иоаннисяном на втором курсе, так и осталось тайной. Сам он позже утверждал, что причиной стало нервное расстройство. Как бы то ни было, Владимир бросил консерваторию и отправился работать в местный театр, с труппой которого вскоре исколесил всю Грузию. Но гастроли и творчество не освобождали от службы. В 1959 году Иоаннисян получил повестку о призыве в армию. Правда, служить он не собирался. Заявив о проблемах с психикой, Володя был направлен на освидетельствование в больницу. По воспоминаниям Иоаннисяна, врачи выдали ему справку о непригодности к службе. Но в военкомате якобы уничтожили документ и выставили молодого человека обычным уклонистом. В итоге 22-летний Иоаннисян оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к году лишения свободы с отбыванием наказания в лагере облегченного типа. Отбывать срок осужденного направили в город Гори. Но, оказавшись в лагере, Иоаннисян не забросил творчество и занял в исправительном учреждении должность культорга. За свою работу и хорошее поведение осужденный мог пользоваться привилегией – ненадолго покидать лагерь и гулять по городу. Но после одной из прогулок по горе Иоаннисян так и не вернулся обратно. Он сбежал и уехал домой. Впрочем, долго скрываться беглецу не удалось. Володю поймали и за побег добавили к сроку еще год принудительных работ. Это окончательно сломило осужденного. После выхода на свободу его вновь попытались призвать в армию. Но врачи были единогласны – Иоаннисян непригоден к службе из-за проблем с психикой. Однако это не помешало ему жениться. Со своей избранницей Медеей, выпускницей Тбилисской консерватории, Владимир познакомился, вернувшись на работу в театр. Вскоре у Иоаннисяна и Медеи родился первенец. Но денег не хватало, и нужда толкнула молодого родителя на преступление. Он связался с дурной компанией и пошел на кражу, но почти сразу угодил в руки милиции. От нового срока Иоаннисяна спасла жена. На суде Медея так умоляла дать ее мужу второй шанс и не лишать семью единственного кормильца, что приговор оказался весьма мягким. Пять лет условно. Чтобы оградить супруга от общения с бывшими подельниками, в 1963 году Медея настояла на переезде семьи в Оренбург. Впрочем, есть и другая версия. Якобы покинуть Тбилиси молодых родителей заставил инцидент, произошедший во время очередных гастролей Иоаннисяна. Он вступил в интимную связь со своей несовершеннолетней поклонницей, родственники которой пообещали сурово расправиться с артистом. Спасаясь от возможной мести, Иоаннисяна перебрались в Оренбург. Освоившись в городе, Владимир устроился певцом, а Медея – концертмейстером в Оренбургский театр музыкальной комедии. А вскоре в том же театре по распределению из Казани оказалась 21-летняя балерина – Алевтина Дмитриева вместе со своими друзьями. Девушка поселилась рядом с семьей Иоаннисянов и быстро приглянулась Владимиру, которого Медея постепенно стала раздражать своей нервозностью. Ухаживание Иоаннисяна поначалу оставались без ответа. Избалованная мужским вниманием Дмитриева не желала связываться с нищим, да еще и женатым артистом. Но месяц спустя руководство театра сочло девушку недостаточно подготовленной для сложных партий в кардебалете и поспешило с ней распрощаться. Тогда-то у Иоаннисяна и появился шанс помочь Дмитриевой и завоевать ее сердце. Амбициозный по натуре артист не был доволен своим второстепенным положением в театре. Он предложил девушке бросить все и переехать в Иваново, где у него якобы были связи. А чтобы Дмитриева точно поддалась на его уговоры, Иоаннисян приврал, что работает тайным агентом КГБ и легко поможет ей устроить головокружительную карьеру танцовщицы. Работа на чекистов стала решающим аргументом, и Дмитриева согласилась на авантюру с Иваново. Правда, в городе невест с работой у влюбленных почему-то не заладилось, и пара решила попытать счастье в Москве. Прибыв в столицу, Иоаннисяна Дмитриева прямо на вокзале познакомились с пенсионеркой, которая предложила сдать им комнату в районе Марьиной рощи по весьма невысокой цене. Те с радостью согласились и в тот же день стали жить на второй Мещанской улице. Чтобы обезопасить себя от проблем с законом, пенсионерка сообщила соседям, мол, в ее квартиру переехали племянницы с мужем. Обретя временное жилье, Дмитриева стала требовать у своего любовника обещанное устройство в Большой театр. Но тот объяснил, из-за особого задания КГБ некоторое время им нельзя привлекать к себе внимание. Так Иоаннисян получил отсрочку от вопросов о Большом театре. Но по-прежнему оставалась проблема – где взять деньги на жизнь? Внезапно артисту пришли хорошие вести из Иваново. Знакомый обещал помочь там с работой. Но когда Иоаннисян вместе с Дмитриевой отправились на вокзал за билетами, ему открылся неприятный факт – оставшихся у него денег хватает только на проезд для одного пассажира. Привычно соврав подруге про тайное задание от КГБ, требующее ненадолго задержаться в Москве, Иоаннисян отвез ее обратно на съемную квартиру. Вскоре после этого он отправился добывать деньги. Причем о легальном заработке речь не шла. Иоаннисян решил вернуться на путь преступлений. Раздобыв туристический топорик утром 20 декабря 1963 года, Иоаннисян поехал в московский район Сокол. Там, на Балтийской улице полным ходом шло заселение новых пятиэтажек. Расчет будущего маньяка был прост – он полагал, что жильцы новостроек еще не знакомы друг с другом, и он не вызовет подозрений, как чужак. Иоаннисян решил представляться сотрудником Мосгаза – московской газовой службы и говорить в полголоса, чтобы не выдать свой южный акцент. Войдя в один из подъездов дома номер 4, он начал обход квартир. Первую дверь, в которую позвонил Иоаннисян, открыл девятилетний Володя Теплов. На вопрос, есть кто дома, мальчик ответил – все. Возможно, он растерялся и на минуту забыл, что его отец и мать на работе, а может, почуял опасность, исходившую от незнакомца. Как бы то ни было, Иоаннисян вошел в квартиру Тепловых, проверил плиту и трубы, а затем быстро попрощался с Володей и ушел. Связываться со взрослыми, способными дать отпор, трусливый по натуре Иоаннисян не рискнул. Он двинулся вверх по этажам. Владимир безуспешно позвонил в несколько квартир, пока не добрался до квартиры номер 95. Там Иоаннисяна встретил двенадцатилетний Костя Соболев. Он учился во вторую смену, а его мать в то утро уехала заказывать мебель. Об этом доверчивый шестиклассник сообщил дяде из газовой службы и впустил его. Тело сына с многочисленными ранами головы и тела в перевернутой вверх дном квартире обнаружила вернувшаяся домой мать. Из квартиры пропали 60 рублей, одеколон, детский свитер, шаровары и солнечные очки. Составить фоторобот предполагаемого убийцы милиционерам помог видевший его Володя Теплов. Испуганный мальчик долго сидел с криминалистами на кухне в своей квартире, подбирая фото трафареты, черт лица Мозгаза, бровей, глаз и носа. Из-за возраста юного свидетеля работа шла сложно. Мальчик все время сомневался в результате. Но тут в комнату вошел оперативник, поразительно похожий на убийцу. И Теплов сразу сказал об этом. Внешность сотрудника милиции в итоге и послужила образцом для создания фоторобота Иоаннисяна. Внимательный Теплов сообщил сыщикам и об одной важной детали. На мужчине, который заходил к нему домой, была шапка-ушанка. Но завязана она была не на московский манер, на макушке, а на затылке. Оперативники смекнули. Скорее всего, преступник приезжий. Быстро выяснилось и то, что убийца не имеет никакого отношения к Мозгазу. Сотрудники службы в тот день не выезжали на Балтийскую улицу, где было совершено преступление. Правда, в штате Мозгаза нашелся один мужчина, чье лицо было похожим на фоторобот. Но у того оказалось железное алиби. В день преступления его не было в Москве. Оказавшиеся у сыщиков отпечатки пальцев Мозгаза также ничего не дали. Похожих отпечатков в милицейских картотеках не нашлось. Пока сыщики вовсю вели следствие по делу Кости Соболева, Ионисян и Дмитриева уже ехали в Иваново. Денег украденных из квартиры погибшего мальчика с лихвой хватило на второй билет. В городе невест Ионисян решил продолжить заниматься своим кровавым ремеслом. Причем по его собственному признанию уже не ради денег. Маньяку просто понравилось убивать. 25 декабря 1963 года стал для Иванова страшным днем. Мозгаз напал на троих человек, двое из которых погибли. Под видом сотрудника местной газовой службы, убийца, вооруженный топориком, проник в квартиру одного из домов на улице Калинина. Ровесник Кости Соболева, 12-летний Миша Кулешов, стал второй жертвой маньяка, который забрал с места преступления пару облигаций, несколько дешевых авторучек, поношенные пиджак и кофту. Следом за Кулешовым погибла 74-летняя пенсионерка. Она жила в доме на соседней Октябрьской улице. Пенсионерка спокойно пустила коммунальщика проверить газовое оборудование, а тот, как только хозяйка отвернулась, обрушил на ее голову смертельный удар топорика. Порыскав по квартире, Мозгаз нашел лишь маленький карманный фонарик до 70 копеек в кошельке погибшей. К слову, из квартир своих жертв маньяк обычно забирал вещи, которые могли понравиться его подруге Дмитриевой. Кровавой добычей он часто одаривал девушку. Но и на втором убийстве Мозгаз не успокоился. Он вернулся на улицу Калинина и долго ходил по квартирам, пока не наткнулся на 15-летнюю школьницу Галину Петропавловскую. Доверчивая девятиклассница впустила газовщика в квартиру. И как только девушка закрыла дверь, Ионисян набросился на нее и изнасиловал. После этого маньяк несколько раз ударил свою жертву топориком по голове и обчистил ее квартиру. Добычей Мозгаза стали 90 рублей, пара свитеров, паспорт матери потерпевшей и пуховый платок. Забрав их, он скрылся, уверенный в том, что убил Петропавловскую. Но девушка выжила и очень хорошо запомнила внешность нападавшего. Едва взглянув на фото робот, который привезли московские сыщики. Галина сразу опознала Мозгаза. Она же рассказала следователям о важной детали – холеных руках преступника. Они указывали, что подозреваемый вряд ли занимается тяжелым физическим трудом. Еще одной существенной уликой стал тетрадный листок, который Мозгаз случайно обронил на месте одного из убийств в Иванове. В листке маньяк записывал номера квартир, в которые заглядывал под видом газовщика. Эта находка позволила криминалисту Софье Фонштейн составить специальную таблицу, в которой были проанализированы все особенности почерка Мозгаза. Что до самого убийцы, то после расправ в Иванове он смекнул – милиция неизбежно начнет его поиски. Тогда Иоаннисян вновь напомнил подруге Дмитриевой о своей непростой и тайной работе на КГБ. Он сообщил, что над ним нависла смертельная опасность и надо срочно возвращаться в Москву, причем с максимальной осторожностью. Дмитриева послушалась своего любовника. Они прошли 10 километров пешком, сели на автобус и отправились в столицу. Спустя пару дней, оставив подругу на съемной квартире, Иоаннисян вновь отправился убивать. На этот раз маньяк выбрал Ленинградский проспект, где присмотрел нескольких детей, которые шли домой с прогулки. Он проследил за одним из мальчиков и позвонил в дверь его квартиры. Ребенок открыл Мозгазу дверь, и тут из-за спины мальчика выглянула его старшая сестра. С двумя школьниками маньяк не решился связываться и пошел в соседний подъезд. Там в одной из квартир родителей дожидался 11-летний Саша Лисовец. Он пустил в квартиру газовщика, а когда тот напал на него с туристическим топориком, попытался спастись от маньяка в ванной комнате. Но мальчик не успел там закрыться, и Мозгаз зарубил его топориком. Похитить хоть что-то из квартиры погибшего убийца не смог. Дверь в комнату, где лежали вещи, была заперта, а ключа и Анисян не нашел. Пока в Москве и Иванове хоронили и оплакивали убитых детей, Мозгаз в компании своей подруги отпраздновал Новый год и даже устроил себе каникулы. На следующее убийство, ставшее для него в итоге последним, он решился лишь 8 января 1964 года. На этот раз маньяк поленился выезжать за пределы района и отправился на расположенную неподалеку от его съемного жилья Шереметьевскую улицу. К этому времени история про убийцу из Мозгаза уже ходила по всей столице. Многие москвичи стали проявлять бдительность. Они категорически отказывались открывать двери работникам газовой службы. И тем, чтобы проверить плиты, приходилось водить с собой дворников и других представителей коммунальных служб. Узнав о том, что его легенда не работает, Иоаннисян придумал новую. Он решил представляться сотрудником жилищно-эксплуатационной конторы «ЖЭК», который обходит жильцов для сбора жалоб на застройщиков. Этой легенде поверила 46-летняя сотрудница химкомбината Мария Ермакова. Она впустила маньяка в квартиру и согласилась письменно перечислить все претензии к строителям дома. А их у нее накопилось немало. Мозгаз дождался, пока Ермакова сядет за стол, зашел сзади и принялся бить ее топориком по голове. Всего убийца нанес 18 ударов, от которых потерпевшая скончалась на месте. Добычей Иоаннисяна на этот раз помимо трех пар носков, настольных часов «Мир», нескольких мотков пряжи и 30 рублей стал черно-белый телевизор «Старт-3», который он завернул в простыню перед тем, как вынести из квартиры. Но тащить его до дома было тяжело, и Мозгаз поймал попутку. Самосвал, водитель которого согласился подвезти пассажира за 80 копеек. Но Иоаннисян не знал, что за его общением с шофером пристально наблюдает участковый. Милиционеру происходящее показалось подозрительным. К тому времени всех стражей порядка в Москве призвали проявлять повышенную бдительность из-за орудующего в городе убийцы. Участковый на Шереметьевской улице, сам того не зная, наблюдал, как убийца общается с шофером самосвала. Вмешиваться в ситуацию милиционер не стал, но запомнил две цифры номера грузовика, на котором уехал Иоаннисян. Тело убитой Марии Ермаковой обнаружили благодаря соседке снизу. Вернувшись домой, женщина с ужасом обнаружила, что у нее с потолка капает кровь, и сразу же позвонила в милицию. Внимательно осмотрев место преступления, оперативники обратили внимание на тумбочку, где по всем признакам недавно стоял телевизор. Немногим позже нашелся и его техпаспорт, откуда сыщики списали заводской номер пропавшей техники. Узнав о пропаже телевизора из квартиры убитой женщины и получив информацию от участкового, видевшего Иоаннисяна, сыщики сопоставили данные и вычислили шофера, подвозившего маньяка. Для этого пришлось проверить около тысячи машин. Шофер указал сыщикам место, куда довез Иоаннисяна. Но эта информация следствию особо не помогла. Хитрый маньяк предусмотрительно вышел на пересечении улиц Трифонова и Третьей Мещанской, в стороне от своего дома. Тогда милиция стала методично прочесывать все окрестности вокруг места высадки подозреваемого. Были опрошены все жильцы из близлежащих домов и, наконец, сыщикам улыбнулась удача. Они нашли тот самый телевизор Старт-3, пропавший из квартиры Марии Ермаковой. Оказалось, что Иоаннисян продал его жителю соседнего дома за полцены. Покупатель телевизора и указал сыщикам налогового маньяка. То, что милиционеры попали по нужному адресу, стало понятно сразу. В квартире, где жил Иоаннисян со своей подругой, нашлись многие вещи, похищенные маньяком из квартир его жертв. Нашли сыщики и лист бумаги, на котором были перечислены города, в том числе Рязань, Казань и Оренбург, с пометками, есть ли в том или ином городе аэропорт или железнодорожный вокзал. У следствия появилась версия, что именно в этих городах Иоаннисян планировал убивать дальше. Сам Мосгас к тому времени успел ускользнуть из рук правосудия. Он уехал в Казань незадолго до визита оперативников в его квартиру. Но милиционеры, не знавшие об этом, решили устроить засаду в жилище Иоаннисяна. Вскоре им попалась подруга маньяка, Алевтина Дмитриева, вернувшаяся после поездки по Москве. Девушка, которую в темноте перепутали с Иоаннисяном и грубо сбили с ног, сильно удивилась присутствию милиционеров в ее квартире. Но потом Дмитриева успокоилась и сообщила стражам порядка, что ее сожитель – тайный агент КГБ, уехавший на спецзадание в Казань. Поехать к своему любовнику в десятых числах января собиралась и сама Алевтина, которую Иоаннисян обещал встретить прямо на вокзале. План поимки маньяка созрел быстро. Причем одним из тех, кто стоял за ним, был старшей оперуполномоченной московского уголовного розыска Владимир Арапов по прозвищу «Черный полковник». Именно Арапов стал реальным прототипом Глеба Жеглова и Владимира Шарапова из сериала «Место встречи изменить нельзя» – пожалуй, самого известного милицейского дуэта советского кино. Арапов вместе с коллегами решили отправить Алевтину Дмитриеву под арест. Причем в момент вывоза из дома, где девушка жила вместе с Анисяном, ее завернули в ковер, чтобы спрятать от посторонних глаз. Это было сделано на случай, если Мосгаз неожиданно решит вернуться в Москву, придет в свою квартиру и спросит у соседей насчет Дмитриевой. А вместо Алевтины в Казань отправилась сотрудница милиции, над внешностью которой хорошо поработали гримеры. Им удалось добиться потрясающего сходства оперативницы с подругой маньяка. Не заметил подмены и сам Анисян, который 12 января пришел на вокзал в Казани аккурат к прибытию поезда из Москвы. Убийца умудрился пойти навстречу со своей возлюбленной с туристическим топориком за поясом и в одежде, на которой остались следы крови его жертв. Как только Иоаннисян подошел к Алифтине, его моментально скрутила подоспевшая группа захвата. Задержанный даже не успел ничего понять, не то чтобы оказать сопротивление. На первых же допросах Мосгаз, путаясь в показаниях, признал свою вину и покаялся во всех преступлениях. Но под конец допросов он все же предпринял слабую попытку оправдаться, заявив «Сейчас я очень ужасный человек, а в прошлом очень хороший человек». Следствие по делу Мосгаза завершилось в кратчайшие сроки. Никита Хрущев, лично приезжавший посмотреть на Иоаннисяна, отдал команду стереть детоубийцу с лица земли в течение двух недель. Уже 30 января 1964 года в 18 дней спустя после задержания Иоаннисяна приговорили к расстрелу. При этом в СССР порой звучали призывы казнить серийного убийцу по законам средневековья, к примеру, прилюдно повесить или четвертовать на Красной площади. Алифтину Дмитриеву суд признал пособницей и приговорил к 15 годам лишения свободы. Молодая балерина провела за решеткой 8 лет и вышла на свободу после пересмотра приговора лишь в 1972 году. Наказали и пенсионерку, сдававшую любовникам жилье. Ее выселили из Москвы. Поговаривали, что свой последний день осужденный Иоаннисян провел, распевая любимые арии, в камере СИЗО Бутырка. К тому моменту со своей участью он уже смирился. Его апелляцию на приговор отклонили почти сразу после подачи. По словам очевидцев, перед расстрелом 26-летний Иоаннисян заявил, что он сознает, что перестал быть человеком, сознает свою подлость и сознает, что за убийство заслуживает смерти. В 23 часа 31 января 1964 года приговор был приведен в исполнение. Но, как часто бывает в таких случаях, в смерть убийцы поверили далеко не все. И еще долго родители строго говорили своим чадам, «Дверь никому не открывай, а то ходит по квартирам страшный дядя из Мосгаза и убивает маленьких детей». На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!